сегодня мы поговорим о том как передается давление в жидкостях и газах ну для начала я возьму вот это твердое тело банку наполненную свинцовой дробью и поставлю ее в стакан и банка давит своим весом только на дно этого стакана и никак не давит на его боковые стенки а теперь зальем в этот стакан воду и вот оказывается что вода своим весом давит не только на дно стакана но и распирает его боковые стенки изнутри хотя сила тяжести действующие на воду направлена вертикально вниз и чтобы показать это сделаем еще один опыт возьмем пластиковую бутылку с водой и будем протыкать ее стенку иголкой и мы видим что из отверстий под давлением бьют струйки воды и между прочим чем ниже отверстие тем сильнее бьет струйка потому что давление увеличивается с глубиной воды в бутылке свойства воды и других жидкостей передавать давление по всем направлениям одинаково впервые открыл великий французский ученый блеск паскаль для того чтобы продемонстрировать его он проделал множество различных опытов и один из этих опытов похож на наш опыт с пластиковой бутылкой но чтобы показать что давление действительно передается по всем направлениям одинаково паскаль взял шар присоединенный к насосу и проделывал в этом шаре множество отверстий я нажимаю на поршень и вода брызжет во все стороны с одинаковой силой значит давление действительно передается одинаково по всем направлениям погрузим в аквариум сосуд с отверстием на дне из отверстия бьет струя воды что свидетельствует о том что давление в воде направлено не только вниз но и вверх и когда этот же сосуд но уже с заделанным отверстием и нагруженный балластом плавает в аквариуме его поддерживают на плаву то же самое давление воды направленная вверх еще одном опыте из этой серии два шприца соединены между собой трубкой и один из этих шприцов заполнен водой нажмем на его поршень давление передается по трубке и выталкивает поршень второго шприца а теперь проделаем это в обратную сторону этот же опыт можно сделать со шприцами заполненными воздухом но надо заметить что в отличие от воды которая практически не сжимаема воздух сжимается весьма хорошо поэтому когда я начинаю давить на поршень вот этого шприца второй поршень сначала неподвижен его удерживает сила трения но затем он начинает двигаться и из этого мы можем сделать вывод что закон паскаля справедлив не только для жидкости но и для газов почему закон паскаля выполняется для газов очень просто объяснить на основе молекулярно-кинетической теории давление газа создается ударами быстро и беспорядочно движущихся молекул они равно бомбардируют и сам поршень и стенки сосуда в котором содержится газ когда мы сжимаем газ с помощью поршня концентрация молекул выравнивается по всему объему и давление на все стенки оказывается одинаковым почему закон паскаля выполняется для газов мы с вами только что обсудили и понятно почему закон паскаля несправедлив для твердых тел молекулы в твердых телах жестко связаны друг с другом и твердые тела сохраняют свою форму а вот жидкости в чем-то схожи с газами но что они не имеют своей формы а принимают форму того сосуда в которую их налили а в чем-то схожи с твердыми телами молекулы в жидкостях располагаются также плотно ну и спрашивается а как же получается что закон паскаля выполняется для жидкостей точно так же как и для газов ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ю тубе